Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача Разворот Я ведущая Евгения Шафранок, помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн Сегодня у нас потрясающий гость У нас ученый, преподаватель, зоолог, путешественник, общественный деятель Николай Николаевич Дроздов Добрый день Да, вы меня знаете даже? Конечно Ну вы что? Кто не смотрел в мире животных? Кто не смотрел последний герой? Что вы прибедняете? А, ну ну Конечно, мы вас все знаем А ваши высказывания вообще иногда становятся такими уже ходовыми мемами Про глаза жабы знают все Про кого? А глаза жабы? Про глаза жабы, грациозность бегемота, конечно, вы как думали? Конечно Николай Николаевич, можно ли сказать, что вот вы всю жизнь сознательную посвятили природе? Или это скорее история про людей вот в этой природе, в окружающем мире? Ну просто люди – это часть природы, поэтому я посвятил всей природе И, в частности, людям И вот даже когда, например, пытаются поменять тарелки в течение ужина, там, в ресторане, всех, не надо Почему? Потому что это лишнюю тарелку мыть – это, значит, лишний Моющий продукт попадает в воду и отравляет окружающую среду То есть приходится сейчас чаще всего следить за поведением людей Природа ведет себя так, как она, как сказать, закономерно привыкла вести себя И когда мы нарушаем ее законы, она начинает брыкать нас с разных сторон Изменениями климата, изменениями погоды неожиданными Там в Париже выпал снег с весной Так что не в Париже, а на юге Франции все засыпало снегом Вот буквально Но с вами сейчас чуть не сдуло, да? Пока мы сюда добирались Ну да, чуть не сдуло Вот по поводу, наверное, окружающей среды Нет ли ощущения, что это такая капля в море? Вот вы тарелку не поменяли, потому что, ну, скажем так Это какой-то такой жест достаточно хороший А 20 человек вокруг поменяли? Нет, а если я буду это делать, и все привыкнут так же делать То мы тогда все-таки понемногу свернем с такого пути Ведь это каждую минуту, вот, я никогда не даю мусора за собой убирать Всегда сам убираю, никогда не брошу чего-нибудь Даже если увижу что-то лежит рядом, на лавочке лежит рядом с мусорным ящиком Ну что мне, кто-то бросил, а я за него раз и положил в мусорку Понимаете, единственное, что я бутылки из-под пива уже не подбираю Потому что подумаешь, что это я бросаю, кто-то увидит Какой это пиар-ход? Это просто можно хайпануть на этом Николай Николаевич Дроздов ходит в парке, подбирает бутылки Ну нет, ну не бутылки, а вот все остальное есть Я прохожу мимо с внуком, его в сад веду в детский Говорю, ну-ка, Янек, брось в мусорные ящики Он это делает с охотой и сам привык Постепенно так, более-менее все на это станут приучаться Сейчас даже бутылки, ну вот все бросают бутылки пластмассовые так, да? А ее же можно так свернуть, и она в 3-4-5 раз меньше места занимает Ну это сознательность А так вот воздух возят машины, вот бутылки накладут, целый кузов, да? И везут, и что? А их если все смять вот так руками Это упражнение для рук, кстати, очень хорошее Смяло я так завернул трубочку, чтобы там воздух не возвращался И она так лежит плосенькая, маленькая Называется движение нажми на мусор Любой мусор надо вот прижимать, прижимать, чтобы он становился менее объемным Вы, помимо того, что телеведущий, общественный деятель, вы еще и педагог, вы преподаете? Ну вот это даже как-то жалостно слушать Потому что я в первую очередь профессор Московского государственного инститета И мне Ломоносова Михаил Васильевич Ломоносов Для меня Ломоносов, конечно, это, ну, выдающийся русский ученый И, конечно, ну, основатель, по сути дела, современного языка даже Вот такой допушкинский язык формировался при Ломоносове И потом еще следующий шаг Ну, Пушкин это наше все, я бы сказал же До Пушкина дошло за свои 37 лет Вот он столько нам принес, так сказать, нового языка У него от каких-то высокопарных таких стихов Какими-то старинными языками до совершенно бытовых таких простых вещей Как там, когда рассказывает в Евгении Онегина Начинается Евгений Онегин с такой строчки Мысли главного героя Мысли же портрет самый искренний, понимаете? И этот искренний портрет Самый начинственный, говорит, что По сути дела мелкий Мелкий самовлюбленный И бездельник Который всю жизнь вообще будет не работать Что-то заниматься только тем, что Что с ним и происходит И последнего реплика позора Жалкий жребий мой, понимаете? То есть главный герой Ну, так ему симпатизирует как Но не очень-то и любит Потому что бросил Татьяну Потом стал к ней приставать Когда она вышла замуж Да, в малиновом билете Да, убил своего друга по прихоти Так, ну, ужас Но я хотела, наверное, спросить скорее О том, что такое преподавать Все-таки взрослым людям Потому что студенты взрослые люди И детям Потому что вы и детям что-то рассказываете И внукам, и своим детям рассказывали Вот какая между этим разница? Кто легче впитывает, может быть? Или с кем вам интереснее? Кому вам интереснее рассказывать? Ну, знаете, ну, говорят вот Что писатель детский какой-то Сказал, по-моему, Михаил Коштель Он сказал, что Ну, тот еще Не Сергей Владимирович Не Никита Не, так сказать Его брат старший Андруна Они, конечно, сейчас яркие личности У нас Такой В социуме современный Своеобразный Каждый по-своему Интересен Но Мне, конечно, понятнее скорее Вот Никита Сергеевич Чем Андрей Сергеевич Андрон Как его называли Я их знаю с детства, между прочим Мы еще Жили недалеко по соседству Вот это мне не нравится Телефон Слышно, да? Это ваш? Ну, да Ну, позвонит и перестанет Да Ну, вот Да, и все-таки Кому вот легче рассказывать И вот Сергей Владимирович Сказал Который мне тоже Был очень хорошо знаком Он ближе мне по возрасту И он сказал, что Для детей писать Для детей надо писать Так же, как для взрослых Но лучше Лучше надо писать То есть, чтобы все было понятно Ну, взрослым можно и попроще А вот детям надо и увлекательно И занимательно Так ведь? Это лучше Понимаете? Действительно Ну, вот дело даже не в лучше А дело, наверное, в личном интересе То есть, преподавать студентам Это все-таки разговор практически на равных Это взрослые люди Сознательные сидят Я всех успешных студентов Даже по имя-отчеству называю всегда Вот А, это такой знак отличия, да? Да, знак отличия Что это уже мой коллега Ну, вот А с детьми Вам интересно с ними? Ну, конечно Конечно, у меня все-таки Вот внуки Так Два внука сейчас Один школьный Старший школьный Другой младший школьный Годы И в детский сад Я их водил И, конечно, очень интересно Воспитывать Перевиваем Вот интерес к окружающей природе Вообще К делам К какой-то деятельности Пусть даже в игровой форме У меня уже младший внук Создает Значит А целую Бригаду По охране природы Они Он ловит браконьеров Придумывает Там такие Наказания Такие Полдетские Меня он ввел В эту Группу Значит В качестве Такого Эксперта Эксперта Да, повезло им Да, такая небольшая группа В которой Эксперт Николай Николаевич Вы очень часто о животных Говорите как о людях Приписываем какие-то Может быть там Качества Описываем Просто про те же Самые красивые Глаза Жабани У каждой красавицы Есть такие Ваши Ваши Ну, конечно А вот людей с животными Часто сравниваете? Людей с животными Ну, знаете Это уже Такое Более условное дело Ну, конечно Вот Ну, трудится Как пчелка Например, правда? Даже не так Вот вы заходите К нам пришли в студию Думать, а так Что у нас тут? Одна лиса Три буевола И 15 антилоповых зайцев Ух ты Как это интересно Я Это вы меня В таком ключе Не думали Вот смотрите Сейчас начнете Да, это тоже Замечательный подход Но все-таки, конечно Ну, вот бобр Очень трудолюбивый Правда? Да Ну, вот Вообще-то Ленивых животных По сути дела И нет, да Когда мы видим льва Который Как бы отдыхает Но он занимается Самым главным делом Охраной Своего прайда И вот тут защитники Конечно Защитники Во-первых Своей семьи Своей территории Своей страны Это, конечно Всегда Очень почтенный Почетный Вот сейчас Вы знаете Такое движение Бессмертный полк По всей Да, конечно По всей планете По всей планете Как ни странно Мы сначала думали Только у нас будет У нас тоже было Ну, да И, понимаете А когда это происходит Во всем мире Там и в каких-то странах Ну, где просто Есть такие потомки Наших героев Великой Отечественной войны То, конечно Это очень трогательно Получается И вот это Вот это тоже Мы же вводим детей Вместе С нами И они видят Какое уважение К их предкам Которые отдали Свои жизни Для того Чтобы мы были Мирными И Ага Вот так Чтобы мы были Мирными И свободными Это Это удивительно Конечно Явление Которое Ведь Все Во всех странах Одобрено И мне кажется А его По сути дела Авторами Были Два Таких человека Которых мы очень Любим Уважаем Это вот Василий Семенович Луновой И Михаил Ножкин Поэт Который Написал Как даже Песню такую Песню Бессмертного полка Вот замечательно Я Наблюдала за вами Когда вы участвовали В проекте Последний герой Ну Несмотря на то Что мы вас еще И по телевизору Не все-таки знаем У меня складывается Такое впечатление Что вы очень легко Сходитесь с людьми Очень разных поколений То есть Вне зависимости от возраста Вы находитесь с ними Общий язык Ну конечно Вот как вы Скажем Как у вас Получается Избежать Вот этого Мендоровского тона Да Потому что Очень часто Ну как обычно Тинэйджи же шути Да Вот в наше время Да Вот это все Вот этого всего у вас нет Вы настолько просто Общаетесь Настолько на равных Это такое большое удовольствие Наблюдать Вот как удается быть Вот настолько открытым Душой Глазами Вот С любым возрастом Вот описываете У меня такой Какой-то идеальный портрет А почему он не может быть Ну может быть Вот в этом идеальный Ну да Ну может быть Ну я просто даже Себе отчета не отдам Мне просто всегда интересно Побеседовать Любым человеком Ну вот даже Царство Менебесное Кирилл Александрович Толмацкий Который был На четвертом Последнем герое Или Максим Сергеевич Покровский Который участвовал И в четвертом И в пятом В двух Последних героях Мы участвовали С ним вдвоем Это трудно Между прочим Выживание Там на самом деле Без еды Без Какого-либо Снабжения И без поездки Там куда-нибудь Отдохнуть В гостиницу Это все серьезно Это все заложено В проекте Американский проект Чарли Парсонса Этот проект Стражейшим образом Только Мокрая высадка Например То есть нельзя Высадить людей На сушу Они должны выплыть Как потерпевшие Кораблекрушение Николай Николаевич У нас звонок Надевайте наушники Примем Круто у нас Хочет спросить Наш радиослушатель Добрый день Добрый день Константин Секунду Подождите Не задавайте вопрос Сейчас вот Николай Николаевич Наденет наушники И вас услышит Да Вот Мы на связи Да Очень рад Вашему гостю Вопрос Такой Эмпирический Знает ли Николай Николаевич Что Бессмертный полк Попадает Под предсказание Ванги Она Делала Такое предсказание О будущем России Что Россия Станет великой Когда мертвые Станут В один ряд Живыми Да И как вообще Он относится К предсказаниям Спасибо К предсказаниям Я отношусь С большим уважением Дело в том Что у меня Конечно Я тщательно изучал Биографию Ванги И все Многие случаи Ее Реальных И ярких Предсказаний Которые исполнялись Уже даже При ее жизни Я знаю Сейчас не буду Шик приводить Мне даже Хочется сказать О предсказаниях Нострадамуса Которого Тоже многие Как-то Немножко критически Говорят Что он писал На таком языке Потом переводили Все это аллегорически Но Я настолько Интересовался Этим Ну Выдающимся Предсказателями Великим Что подробно Изучил его биографию И рекомендую Тем Кто В чем-либо Сомневается Посмотреть Английский фильм Научного отдела BBC Есть такой BBC Natural History Unit В этом Научном отделе BBC Я делал Одну Интересную серию Царство русского Медведя Про Фауну России А Видел я Один фильм Который Снял Один ведущий Который там Занимается Научными проблемами Называется Человек Который Видел Будущее The man The man who saw The future Так просто Не have seen So Видел Не увидел The man who saw The future Вот Найдите этот Фильм И посмотрите И там Так хорошо Изложено Вот все Что было Что есть Что предсказано То что будет И Одно предсказание Которое Было Уже Так сказать Имитировано Им В этом фильме Это Там сказано Было Что Ну Ладно Это много Будет Интересно Не будем рассказывать Пусть посмотрим Мы сейчас Прервемся на новость И продолжим После небольшой паузы Микс Ньюз Добрый день В эфире программа Разворот Мы продолжаем Наш эфир У нас в гостях Николай Николаевич Дроздов Телеведущий Ученый Зоолог Педагог В общем Что да Он все время Прибедняется Наш гость Сегодня Помогает Режиссер Евгений Копеенко Вхожу Есть понятие Смиренно мудрее Это Которое требует От такого Человека Разумного По крайней мере Хомо сапиенс Разумного человека Так что Всегда Держать себя В рамках Своей самооценки Стараясь Ее так Удерживать На таком Реальном уровне Позволять людям Вас Поддергивать вверх Вот молодежь На этом пропадает Многие же Звезды Звезда Попел Полгода Песни популярные Подростки Сбегается Ерунду Ну мягко выражаться Прилично выражаться Ой Рэпер Наш любимый Идет Ну а спросишь Ну о чем речь Дальше Не будем сравнивать Не будем Популярность Это Вот ну Если будут Какую-нибудь Симпатичную Собачку Показывать Каждую неделю По телевизору Вот это она Так себе Так себе Комплимент Хорошо В одном из интервью Вы сказали Что вегетарианец Это ваша жизненная позиция Ничего не поменялось Ну знаете Во время болезни Болезни Особенно Вот я переломы Получил там Четыре перелома Недавно У меня за один раз Случились Во время Выполнения Сложного Йоговского Упражнения Вы шутите Вы делали йогу Сломали У вас было четыре перелома Ну это Ну потому что Я конечно нарушил Основные правила йогов Любое упражнение Надо делать До комфортного Так сказать Положения А я попытался Выйти из комфортного Чтобы чего-то Достичь То, что я раньше Не достигал Вот Развернувшись назад Левой рукой Достать правые пятки При широко расставленных Награх Значит вот Ноги шире плеч И повернувшись назад Вот так достать Левой рукой Правые пятки Когда-то у меня Это получалось После Перелома Там С велосипеда Упал Когда-то тут Значит Нога стала Хуже сгибаться Не достаю Так нет Мне надо было Попытаться Еще раз Но ноги-то достали Нет Я до пятки Все-таки Это называется Вышли из зоны комфорта То, что все Коучи говорят Выходите из зоны комфорта Вот, пожалуйста Кто говорит? Ну, все эти преподаватели Которые вот Тренинги ведут Да? Они взрями говорят Что хотите чего-то добиться Выйти из зоны комфорта Вот ваша история Очень показательна Ну, знаете Дело в том, что Смотря какие упражнения Обычные упражнения Надо, конечно, делать Чтобы тогда пот Или как-то Чтобы нагрузка Это была Но вот Йогерские упражнения Такие сложные Что если В крайнем положении Вот так вот Рухнуть на твердый пол Что самое случилось То бывает Сразу Такие вот Да, вот мы о вегетарианстве Тогда вы, конечно Мясо стали управлять Вот не стали Вот на период выздоровления Надо немножко Есть мясо Поскольку Так сказать Требуется Такой белок Для восстановления Костного А в обычной жизни А у вас тут Надеюсь Радиослушатели Спрашивают Вот Сап Едите ли вы рыбу Или вы тоже рыбу не едите Ну В очень Умеренной Форме Так сказать Тоже много не надо Но рыбка Это все-таки Разные вещи Совершенно Мясо животных Наземных Которые ходят По земле Они Борются Все время С земным притяжением Так И вот В структуре мяса И всяких Очень много Таких Сухожилий Которые держат Вот мы с вами Стоим А если бы у нас Не было бы Вот привычки Знаете Вот космонавты Которые в нелесомость Побывали Они да Их носить Да Их надо носить Поначалу Сейчас вот для них Там тренажеры Ну ты там всякие Чтобы сохранять Этот кор Это все держит нас Потому что мы Постоянно напряжены Если я расслаблюсь Ну вот Например засну Я уже упаду на землю Правда И какой-нибудь тигр Который бежит Он не просто бежит Прыгает За животным Догоняет Там какой-нибудь гепард Он при этом Все время держит себя В положении Так сказать Над Земным притяжением Поэтому их мясо Что вредное В нем так много Сухожилия Столько вот этих Статических мыслей Постоянно держащих Напряжение Организм Что Вот вы все должны Переживать Все должны потом Переварить И на это уходит Столько энергии Что потом посчитать Сколько потратил энергии На то чтобы Сделать это мясо Так сказать Усвояемым А рыба И все вот Масские животные Они Вот Рыба У нее нет этих Мыслей Ей не нужно Тело Погруженное В воду Теряет В весе Столько сколько Весит Вытеснена им Вода Закон Архимеда И поэтому Они практически Там в невесомости Вот щука Стоит вот так Вот не падает Ждет Добычу Лев сидит Или стоит Он все равно Держит Чтобы не упасть Она просто Висит Не мышца Только для движения Движительные мышцы Акула Несется Вовсю А если она Повисает Вот так Вот в воде Она же Никаких усилий Не совершает Вот по поводу Животных У вас были Какие-то Встречи Такие С животными Которые Вы запомнили Они может быть Были Не знаю Опасными А может быть Наоборот Очень нелепыми Вот Ну Чайки разные Все-таки Мне удалось Покататься Верховном Бегемоте Но На Зоопарковском Вот на Дикого Бегемота Скачать Это конечно Просто пополам Перекусить Вас и все Мне один раз Я показался Самцу Бегемоту Соперником Понимаете Это комплимент Ну так Еще бы Знаете вот Они как Как сардельки Лежат Вот прям Такие толстые Сардельки В воде Лежат Одни спины Это как группа И надо еще Отдавать отчет Что это один Самец И у него Гарем Самок Их там 5-6 самок И один Такой мощный Самец Я вот Их всех Фотографирую Спустившись С крутого обрыва Прямо Курезу воды А где это было? Ну в Африке И вот Ну в одном Заповеднике Я вот Навожу Знаете Так вот На одного У меня Стиль объектив Такой Навожу Так Крупный план Как хорошо Он на меня смотрит И Прям в воде Вот смотрит Так вот На меня Я Навожу И потом Вдруг я вижу Что он все увеличит И увеличивает Размер Он на меня плывет Причем плывет С большой скоростью И уже достиг Того места Где он ногами наступил И начинает бежать По дну на меня Они быстро бегают Очень Когда он Так Возбужден Он очень близко бегает А он А он Решил Что раз Я подошел К воде Значит Я буду Сейчас Претендовать На его Территорию Где его Самочки Туда Нельзя А они Как мы знаем Грациозны Это ваша цитата Да Да Самочки Не советую вам Это проверять Это тоже ваша цитата Так как они Грациозны Самец понял Что здесь Что-то нечисто Надо прогонять И вы знаете Вот такой Крутой Совершенно Берег Я мог бы Где-то Я где-то спустился Я должен был Скарабкаться туда Но я почему-то В один момент Значит Я это увидел И Просто взлетел Вот по этому Крутому обрыву И стою наверху Уже так слегка Вот так Обзволнованный Подбежал Значит Прямо Берю Тут посмотрел На меня снизу вверх Не полез Сказать Никуда за мной Ему достаточно Что он отогнал Так сказать Соперника Прогнал И ладно И будет А смешные Какие-то случаи Все равно Они же очень Вот какие-нибудь Не знаю А с пандами встретишься Они все-таки забавны Нет Ну я проехал На бегемоте верхом Все-таки Так в отместку За это Вот так вот Да Это все такое Аловир Интересно Ну в зоопарке Вот стоит бегемот Прямо около Ограды Это был тоже В Южной Африке И Стоит и спит себе Я говорю Мы подошли Смотрим Там группу Товарищи Снимали Это все Вот я никогда не ездил Верхом на бегемоте Они говорят Ну а как А как это Ну а я вообще С детства же Я табунщиком был Еще в школьные годы У меня отец Мы в деревне жили Он мне сдавал На летние каникулы Всегда На конзавод Соседний Я там Младшим табунщиком По 17 часов в день Работал Верхом на лошади Сколько лет вам было? Ну то есть 13-14-15 Подростком Три года Три года Три года Ну и вообще Такой радость Это самое счастливое время В жизни Потому что на лошади И скакать И падать И все А все приходится То там он туда пошел То сюда Загонять Подгонять Сторожить Вот И значит Я влез на ограду Такая бревенчатая ограда Хорошо Что такие Горизонтальные Большие деревянные Такие брусья Да Я залез Он тихонько спит Я значит Подлез вот На уровне его спины Это давно было? Ну нет Лет 20 назад Не меньше И значит И неожиданно Прямо к нему Отпустившись от этого Я так подумал Что конечно Он напугается Но он же не будет Смотреть Что он побежит вперед Понимаете? Потому что там тропинка Прямо протопнута Вдоль забора Видно не раз бегал Я прямо на него Знаешь Скочил Прямо сел Он вот так вот Раз И помчался Он помчался А я конечно Семь руки Вот так держу Вдоль забора И когда он стал Заворачиваться Я раз на забор Соскочил Дальше было бы хуже Я бы свалился Он у меня конечно Мол бы там Ну это очень странное Желание Просто вскочить Как бегемота Что получили от этого? Просто удовольствие? Ну Ощущение легкой Мести За свою часть Не только мести А сколько Адреналин Адреналин Да Люди много работают И я в одном Тоже интервью прочитала О том что Вот вы себя ассоциируете С буйволом Который делает все Очень тщательно Медленно Но качественно И очень много работаете Люди Которые много работают Мне так кажется Они конечно Могут выгорать Они устают У них вот это ощущение Вот этот упадок сил Он периодически наблюдается Вот Сталкиваетесь ли вы с этим Как-то вы спасаетесь Йогой той же самой Или вообще такого нет Потому что Просто вы как-то спланировали Я только Я не насчет планирования Я ничего не успеваю Всегда Берусь одно Потом что-то не получается Перехожу на другое Но все-таки Даже что не получается Все равно Процесс Познания Процесс изучения Процесс Какого-то вот такого Умственного труда Мне уже сам По себе доставляет удовольствие И я От этого не устаю А устаю от безделья Это вот Бывают такие моменты Ну там Куда-нибудь Выйдем Мы в темную курорту Там Вот Все лягут На солнце И греются Я говорю Ну что ж такое В тени там Тоже скукать еще Что вы делаете Тогда начинаете Я куда-то Или убегаю Или я тут делаю заряд Ну прям убегаете Ну куда-нибудь подальше Там за бархан И начинаю там Гимнастикой заниматься Гимнастикой заниматься Это все-таки уже работа Так сказать Над собой Это не работа Которая приносит там Доход или что-то Такое Не в это Труд Мне даже больше нравится Слово труд Чем работа Потому что Труд трудится Правда работа Работа Слово раб Понимаешь Работа на кого-то Или для кого-то Там это как Ну работать тоже надо Несомненно Ну это На семью работаешь А семья О детях думаешь О родителях пока Они были живы Кажется Тоже обязательно Ну это Такой есть притч Понимаете Идет человек С шестью хлебами Его спрашивают Проходишь Что ты Затем Тебе шесть хлебов Двумя Долг Отдаю Нет Два мы с женой Съедаем Хлеба Два в долг Отдаю А двумя долг Отдаю Это он значит Долг отдает родителям Кто его Выразит Два хлеба Значит Два с женой А два детям В долг дает Чтобы потом Может быть Когда-нибудь Тот самый стакан воды Да Да Вы верующий человек И при этом Вы ученый Вот нет ли в этом Какого-то противоречия Для вас Или это логично И что было раньше В вашей жизни Вера Или все-таки Наука Ну конечно Между прочим Вера раньше Чем наука Потому что Ребенок верит Во все Понимаете Что ему говорят И поэтому Когда у меня Отец был очень верующим человеком И в доме были иконы И Так сказать Даже в советское время Это все Это не приветствовалось Но и Не запрещалось Совершенно И вот Но все-таки Конечно Для преподавателей Учебных заведений Он был профессором В ВУЗе Не в университете В другом Институте Он был преподавал В медицинском институте И конечно Если бы там узнали Что он такой верующий И ходит Еще в церковь В деревне мы жили Он ездил в Москву Преподавать А жили мы в деревне И Одна церковь Через 7 километров По лесу В другой деревне Там действующая была И вот мы туда На Пасху ходили На Новый год То есть На Рождество Имеется ввиду Вот ходили И там он Значит Стоял на службе С батюшкой Дружил И даже разрешали Мне подниматься На колокольне И позвонить В колокол Вместе со старшим Звонарем Это незабываемо Поэтому у меня С веры Начинается А потом появляется Знание И кстати Знание Вот вера Она сомнений Не допускает Правда? Если я во что-то верю Я верю Это Здесь сомнений нет Если ты Или веришь Или не веришь А вот Когда ты знаешь Знание Всегда сомнением Знает А вот правильно Я это знаю Знаете Сначала все Были уверены Что они знают Что Земля плоская Правда? Потом оказалось Что она круглая А потом оказалось Что она вращается Вокруг Солнца А не Солнце Вокруг Земли Понимаете? То есть знание Так сказать Постепенно нарастает А поскольку Оно не полное Значит это Есть еще Область Незнание Которое Вызывает Сомнение В том Что ты Хорошо Или ты Знаешь Но если мы Говорим О вере Науке Вот этот Такой основной Конечно вопрос То есть нет ли Именно этого Противоречия То есть изучая Науку И погружаясь В этот мир Вы понимаете Да А точно ли Человек Например Бог его создал А может быть Это вот Где-то потерянное Звено Дарвина Сейчас найдем И все И расставлены Нет Вообще Никогда не надо Смешивать Два полушария Есть Эмоциональное Порушарие И интеллектуальное Вера Это эмоции Вера Не является Частью знания И не надо Неужели вы думаете Наши там Священники Патриарх И митрополит Думают Что земля Плоская Там как Это в древней книге В древней книге Мудрицы И тогда Думали Что она плоская Что вы думаете Сократ Аристотель И Платон Они не представляли Что земля круглая И что она Вращается вокруг Солнца Была геоцентрическая Система Состояния Вселенной Вот мы живем На земле Плоская А там вокруг Вращается И для этого Требовались Инструменты Телескопы Там наблюдение За звездами За солнцем Расчеты Правда Их древние Мудреца Мы их считаем Мудрецами Правда Сократ Аристотель Платон То есть у вас Две сферы Они не смешиваются Они в него Дополняются И такое есть Такое есть Правило Нельзя проверять Алгебру Нет Проявлять Алгебру И гармонию Вот если вы Слышите музыка Она вот действует Эмоционально Знаете там Даже Владимир Ленин Как-то сказал Что Ничего не знаю Лучше Апассионаты Потрясающие Нечеловеческая музыка Вот если бы Я был Его современник Я бы сказал Владимир Владимирович Вот вы что говорите Не человеческая Да А какая музыка Бывает Звериная Там Звери Птичья музыка Правда Природная Хотел сказать Божественная Но нельзя Конечно же Конечно Если она не человеческая Значит Бетхойн написал Что-то Что ему сверху Пришло Откуда-то Из космоса Из чего Бог это Или не Бог Но на земле Не было такой музыки Вот вы ее слушаете Нечеловеческая Ну скажите Божественная Боюсь этого слова Не положено Вот не положено Нам уже надо Заканчивать эфир Я хотела вам Зазвать последний вопрос Вы замечательно Знаете Прекрасно Разбираетесь В животном мире Я думаю Неплохо Разбираетесь В человеческих Ценностях Что вас Искренне Восхищает В этом мире То есть Вещи Каждый раз Как известный Лицедей Полунин говорит Вот это Ух ты Вот это выражение Которое нужно Говорить каждый день Ух ты С восторгом Да И вот Что у вас Вызывает Вот это Вот это вот Желание сказать Ух ты Ну конечно То что я вдруг Узнаю о животных Что-то новое Это понятно Меня радует Но когда я вижу Людей Вот я говорю Вот животные Они все живут По справедливости Ну конечно справедливости Они живут По своим инстинктам Заложенным природой Если тигр Хочет сажать Антилопу Какой-то Да Или лев То это не жестокость Его Это его природа Понимаете И Это благородный олень Он так сказать Ну такой благородный Они попадаются Друг другом Там за самок Это природные инстинкты А вот когда человек Сознательно Один другого убивает Это жестокость Понимаете И преступления У животных Преступлений нет Это их природа Мы же убиваем Себе подобных На войне Это что такое Понимаете Если будут заповеди Исполнены Не убей Не укради Не обманывай Понимаете Не будет ни войн Ни грабежей Ни даже обманок Каких-нибудь Из коррупционных систем Понимаете Все будут жить честно И хорошо Всего три заповеди Из десяти Ладно Что остальные А ух ты Ух ты Каждый день И поэтому Когда я вижу Что человек Сделал что-то Замечательное Что-то хорошее Я всегда Ух ты Понимаете Многие люди Сейчас Человек Может быть Хуже животного Если он Преступник Это хуже Животного И может быть Лучше Животного Если он Герой Ни одно Животное Не будет Бросаться на Амбразуру Дота Чтобы защитить Своих соплеменников От чего-то Они могут Защищать Предел Своего Прайда Своего стада Что-то такое Но Бросаться Защищая жизнь Других Понимаете И спасая Вот А у нас Это Вот сейчас Установили Что во время Великой Отечественной Войны Подняли Всякие документы Документальные Известно 442 Человека Которые Бросались На Амбразуру Дзотов Чтобы Сразу Заглушить Пулемет Который Стреляет И Косит Солдат Пытающихся Продвинуться Вперед Один человек Раз Ложится На этот Зот Как подвиг матросов Таких Более 400 И из них Там Около десятка Подростков Мальчишек Девчонки И там Двадцатка Женщин Взрослых Ну Которые были На фронте Во время Это Боев А если мы говорим О животном мире Ух ты Ну Ух ты Ну это просто Вот знаете Например Инстинкт У крокодила У самки крокодила Когда вылупляются Детеныши Инстинкт Надо Собрать их Они сами Не вылупляются Надо раскопать Яму Где лежат Яйца Они начинают Квакать Под землей Они Значит Она их Вытаскивает Яйца Кожистые Они Она их Раскусывает И позволяет Им вылезти Из яиц Забирает Их в рот И несет В воду Чтобы выпустить Там еще Сторожит Первые недели Две Они у нее На спине Отдыхают Такой Чтобы были заросли Чтобы не было крупных Хищных рыб Или кого-то там Или птиц Которые схватят Эти крокодилят Сторожит А самец Проползающий Мимо Ну не часто Проползает Но вдруг Он видит Он крокодилят Может он даже Их отец Но у них Никаких пар Не образуется Поэтому он просто Видит пищу Он залезает И начинает Жрать их А их там Около 60 Около 60 яиц Вот они все Копошат Вот десяточка Так полтора Съедает Ему достаточно Поползает Самка даже Не подползает Близко Она знает Что он Даст ей вздрючку Если он Она пытается Его прогнать От них Ничего себе Да И вот он ушел Вот это ух ты Самец вообще Ему плевать Это не его дети Ничто А у самих Инстинкт И причем Такой инстинкт Что вот Был такой случай Редко Но все-таки Успели снять Ползет черепашка Черепахи Морские Откладывают Яйца В этот же пляж И вылезли Черепашата И бежит Мимо черепашон А у нее Полный рот Этих крокодилят Думаю Что она с ним идет Она подхватывает И ртом И несет в воду Она их Не поняла Она с черепашками Прямо вместе несет Ну вот У нее крокодилят Полный рот Да Штук 5-7 И ну еще один Бежит маленький Ну что он там останется Она его собирает С собой Да она просто Берет туда же И выпускает в воду Она в этом не хочет Съесть Это же ужасно мило Это точно ух ты Вот я говорю Ух ты Ух ты ужас Какой крокодил Поступает И ух ты Самка его Но вот И то и другой инстинкт Понимаешь Нельзя ни этого Обвинять Не надо этой Тут хихих Ведь она Спасла любое Маленькое существо В это время А в другое время Она съест крокодилен Ну не крокодилен Нужно оказаться в нужное время В нужном месте Да Ну как черепашка Испугался Как я забрали В пасть И вдруг выпустили Вот Мы заканчиваем наш эфир Мы заканчиваем Нашу передачу Эфир конечно же продолжается Оставайтесь с нами У нас сегодня в гостях Был Николай Николаевич Дроздов Для меня это человек легенда Он себя легендой не считает Он достаточно скромный гость У нас Ученый, зоолог Телеведущий Преподаватель Путешественник Доктор биологических наук Журналист В общем можно перечитать бесконечно Спасибо Руга сейчас меня будет Спасибо Всего хорошего Хорошего дня Спасибо всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому